Субботу 24 мая проходят выборы в Европейский парламент, в которых от Латвии необходимо избрать 8 депутатов. На выборах в Европарламент Латвия является единым избирательным округом. В субботу с 7 утра и до 8 вечера открыты 952 избирательных участков по всей стране. В первой половине дня активность избирателей не очень высокая. Как отмечают главы избирательных комиссий, это, возможно, связано с жаркой погодой. Но если простых избирателей жара могла отпугнуть, то первых лиц страны ни в коем случае. До полудня свой гражданский долг исполнили премьер Лаймдота Страуима, спикер Сейма Солвита Абултыня, бывший глава правительства Валдес Домбровскис, мэр Ригини Лушаков, приехавший на выборы на велосипеде, бывший президент Валдес Атлерс. Глава кабинета министров Лаймдота Страуима не стала скрывать, что на выборах в Европарламент поддержала свою партию. Об этом она рассказала журналистам после голосования. Она также отметила, что хоть Европа и далеко, но Латвия может влиять на решения Европейского парламента. Поэтому жители не должны игнорировать эти выборы. Победа была между двумя партиями. Вену Атейба и Сосконсцентрис. Это трудно сказать, кто победит, но, конечно, я за Вену Атейба, как вы можете предполагать. Я поставила четыре крестика, но я могу только сказать про Домбровскаса. Я поставила Валдесу и еще трём. Так что это будет мой секрет. Спикер парламента Солвита Аблтыня по уже доброй традиции пришла на выборы в белом костюме и в приподнятом настроении. Вместе с супругом она выполнила свой гражданский долг, не желая раскрывать именно тех, кому достались плюсики от председателя Сейма. В разговоре с журналистами Аблтыня признала, что латвийские избиратели не верят в то, что депутаты Европарламента от нашей страны способны влиять на принятие решений, поэтому и явка на выборах будет не очень высокой, прогнозирует спикер. Следом за председателем парламента проголосовал бывший премьер-кандидат в депутаты Европарламента Валдес Домбровскис, пришедший впервые за несколько лет на выборы без премьерской охраны. Экс-глава правительства считает, что одна из причин низкой активности избирателей в том, что для жителей Латвии, Брюссель и Страсбург – это что-то далекое и не имеющее отношения к Латвии. Не стал раскрывать перед камерами свой выбор мэр Ригини Лушаков, приехавший на участок на велосипеде. Ушаков, как и другие его коллеги, призвал жителей быть политически активными и сделать свой выбор. Выборы важны по многим причинам, но в первую очередь потому, что сейчас один из самых актуальных вопросов – это отношения Евросоюза, частью которого является Латвия и Российской Федерации, а для нас, сугубо наши интересы здесь, в Латвии, заключаются в том, чтобы с Россией были нормальные экономические отношения. А ваши планы после того, как вы проголосовали, что собираетесь делать? Ну, уеду наслаждаться погодой. Напомню, документом для голосования на выборах в Европейский парламент является паспорт или удостоверение личности, идентификационная карточка. Избирательные участки закроются в 8 вечера. Официальные результаты выборов в Латвии будут объявлены ночью. С воскресенья на понедельник в полночь. Продолжение следует...